Добрый день, дорогой коллега! С вами Александр Гуртеев и в этом видео мы с вами рассмотрим новшество Сколмастер 3.8 под названием «Потоки». Что такое потоки? Сейчас вы сможете проводить ваши тренинги, разделяя их на разные группы. То есть одна группа может стартовать 1 января, другая 1 февраля, 3-я 1 марта и так далее. А сперва перед рассмотрением потоков рассмотрим проблему. Почему раньше нельзя было? Раньше мы продавали продукты, продукты у нас выдавали как следствие доступ к тренингам. То есть вот у нас продукт, он отвечает за прием денег и как следствие после его покупки он выдает определенный доступ к тренингу, либо подписку, которая потом заканчивается. И, допустим, группа у нас стартует 1 января. Что нам нужно сделать для того, чтобы доступ открылся 1 января? В случае с одной группой проблем нет. Мы можем реализовать как угодно. То есть мы можем сделать автоматизацию и, допустим, всем купившим такой-то продукт 1 января выдать группу доступа. Либо открыть доступ через настройки тренинга. Сказать, что тренинг у нас открывается 1 января. Но когда у нас появляется вторая группа на 1 февраля, когда появляется третья группа, то здесь уже мы не можем регулировать доступ к урокам. Если мы поставим абсолютную дату 1 января, то для второй группы уроки уже будут открыты. Вопрос, а когда мы выдадим группу доступа для второго потока? Сразу при продаже продукта? Либо какой-то автоматизацией? И здесь у нас появляется вопрос, а где нам взять эту точку отсчета, точку опоры? И выдали мы доступ, и, как следствие, мы уже не имеем возможности какой-то капельной выдачи. То есть без потоков, без точки отсчета, когда начинаются отдельные группы, работать становится сложно. Поэтому мы сделали потоки. Кроме этого, еще возникает иногда задача пользователю предоставить возможность выбора, в каком потоке он будет участвовать. Причем не обязательно это будет поток, это может быть просто какое-то другое название группы. Например, там группа светлячки, кузнечки и так далее. Это может быть просто разбиение по группам, чтобы потом пользователей можно было как-то отсегментировать. Итак, давайте перейдем к рассмотрению и посмотрим, какие возможности открываются с потоками. Для того, чтобы активировать потоки, мы перейдем в настройки расширения. Листаем в самый низ. Начиная с версии 3.8.0 потоки у нас появляются вот здесь. Для того, чтобы включить, ставим статус включить. У нас есть два названия для пользователей, для выбора в заказе и для показа. Здесь разный глагол выбор и показ. Выбор это на странице, где мы вводим имя e-mail. Там появится возможность выбора потока, выбора группы. Как следствие, мы здесь вводим название, как вы хотите, чтобы у вас назывались потоки. Это может быть любой синоним. Название для пользователей показа это то, что показывается в корзине. Это как свершившийся факт, то, что человек выбрал и там показывается, вы выбрали курс супер, супер триатлон, поток, светочки, допустим. И эти фразы наименования групп потоков, естественно, они могут отличаться. Поэтому, чтобы не было проблем с формулировками, мы сделали два поля. Важный момент. Для того, чтобы потоки существовали, для того, чтобы они работали, в потоках есть определенное событие, и система проверяет на триггеры и выполняет определенное действие. Для того, чтобы она это делала, нужно в настройке планировщика, в настройке создания крон, на хостинге внести вот эту строчку, как и все остальные настройки. Если у вас возникает вопрос, как это внести, напишите нам в поддержку, мы поможем. Итак, потоки включили. Где же у нас появятся потоки? Потоки по здравому смыслу, по, скажем так, для онлайн-школы, естественно, они относятся к тренингам. Ну, как мы проводим тренинг, там супер триатлон, естественно, поток относится к тренингу. Вот, но с точки зрения логики системы, поток у нас относится к продукту, так как это продажа. И от него потом уже пляшут все остальные механизмы системы. Поэтому потоки у нас располагаются в продуктах. Итак, продукты, потоки. Шестереночка ведет туда же в настройки, где мы только что с вами были. Но кнопочка создать поток создает поток. Давайте рассмотрим настройки. Значит, название это для нас, например, первый поток, а название для учеников, давайте назовем светлички, допустим, группа светлички. Действуют на товары, на продукты. И здесь мы можем выбрать, на какие продукты будут для данного потока. Для чего это нужно? Допустим, у нас есть тариф базовый, тариф стандарт, тариф VIP. И если мы для каждого продукта будем создавать свой поток, ну, как бы это будет немножко нелогично. Мы потеряем в группировке. У нас группировка присутствует для лимита. То есть вот у нас поток, например, может списаться только 20 человек. И вот мы указали лимит 20 пользователей. И как только набираются заказы по всем продуктам, суммарно 20 человек, возможность оплатить исчезает. Как следствие, после того, как мы сохраним, у нас здесь еще появится внизу статистика. И она тоже будет суммировать заказы по всем этим продуктам. Поэтому очень удобно, когда внутри потока мы можем привязать разные продукты. Изначально была другая система, но потом пришли к тому, что именно поток подвязывает под себя продукты, а не продукт подвязывает под себя потоки. Итак, далее мы можем поставить поток по умолчанию. То есть у нас может быть группа светлячки по умолчанию, а группа кузнечки на выбор. Далее. Дата начала потока. То есть когда у нас поток начнется. Для чего это нужно? Для того, чтобы произошли события вот здесь, на вкладке события. У нас события при старте потока. Добавить группы, добавить вам подписки, отправить письмо клиенту. Например, все, поехали. Тренинг начался. Ну и группы выставились. И как следствие от этих групп в настройках тренинга мы уже можем капельно выдавать уроки. То есть в настройках тренинга, напоминаю, у нас есть такая возможность. Давайте сразу покажу, как научиться бегать. Допустим, первый урок. И мы здесь говорим, когда этот урок у нас открывается. Он открывается сразу, либо открывается с задержкой. И, допустим, он открывается с задержкой. Указываем относительное время. Относительно чего? Относительно даты назначения группы подписки. И как быстро открыть доступ, здесь указываем. Вот. Подписка у нас назначается, когда? Подписка у нас назначается в дату начала потока. И дальше уже от этой даты назначения группы мы пляшем. Мы выставляем, когда следующий урок плавно будет, ну как бы, когда капельная выдача будет работать и последовательность выдачи уроков. Вот. Добавить планы подписок. Ну и письмо уже рассказал. Как следствие, у нас есть дата завершения потока. В дату завершения потока мы можем снять группу. Причем не обязательно мы здесь выдаем одну группу, а здесь снимаем ту же самую группу. Мы можем различными автоматизациями в процессе вмешиваться, добавлять другие группы. И здесь снимать все, что угодно. Поэтому здесь опция не снять ту же самую группу, а удалить группу, которой нужно. Ну и письмо клиенту. Все, поток завершился. Сейчас вы можете просматривать. Поддержка закончилась. Но там доступ сохраняется еще какое-то время. Как видите, здесь мы удаляем только группу, а не подписку. То есть подписка может у нас существовать другой период времени. Вот. То есть благодаря тому, что мы можем добавлять группы, добавлять план подписок, у них может быть свой период, потом можем удалять. И есть автоматизация, мы можем гибко настраивать наличие пользователя в этом потоке. Точнее, не наличие, а участие пользователя. Изначально, вот все эти действия мы могли бы уже сделать через автоматизации. Но для упрощения работы, чтобы, ну, прям зашли в потоке и назначили, что делается, мы взяли и немножко улучшили, как бы, и забивили, то есть добавили настройки события сразу внутри потока. Ну, и через автоматизацию, я покажу, как это делается, мы сможем брать поток как центр вселенной и от него уже выстраивать определенные действия. Итак, дата начала рассмотрели, дата завершения рассмотрели. Показать даты потока будет показываться в корзине. А вот дата начала продаж, дата завершения продаж, это опция, которая позволяет выводить этот поток. Допустим, мы можем продавать с 1 января по 31 января этот поток. Вот заходим сегодня, допустим, 8-9 декабря в продукт, поток у нас будет выводиться, потому что мы находимся в периоде между этими датами. Если мы зайдем 1 января, то этот поток уже выводиться не будет. Нужно позаботиться о том, чтобы были какие-то другие потоки для выбора. Вот, то есть создаем потоки сразу на будущее, указываем дату их завершения и форму трогать нам больше не нужно. У нас все поставляется динамически, пользователи сами записываются в новые потоки. Итак, мы нажимаем создать поток. Видим мест 0 из 20. Но если ограничений на места не будет, здесь будет знак просто бесконечности и также будет вестись учет количества мест. Перейдем в продукты и попробуем оформить наш продукт. Так, страница оформления заказа. Вот группа светлячки. Ну, группа, группа, здесь можно вынести за скобки. Оставить просто светлячки. Осталось мест 20. То есть если мы указываем количество мест, то у нас будет выводиться информация о том, сколько этих мест. Если не указываем количество мест, то информация, соответственно, выводиться не будет. Вводим имя. Согласен с уставами приводки персональных данных. И вот информация в корзине. Группа, 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 группа светлячки. Все, можем оплачивать, оформлять. Пользователь у нас оформил заказ. Сейчас, естественно, этот заказ у нас есть в списке заказов. И, например, пользователь говорит, знаете, я хочу не в светлячке, а в кузнечике, допустим. И мы заходим в заказ и изменяем ему группу на кузнечики. Вот. И дальше пользователь может оплатить. А когда пользователь оплатил заказ, ставим на оплачен. Здесь поток мы уже поменять не можем, но мы можем поменять его в пользователях. Итак, у нас поток есть в заказе. Сейчас давайте заказами завершим и покажу, что есть в пользователях. Как следствие, в фильтр по заказам у нас добавилось условие «Выбор потока». И сейчас мы можем отфильтровать все заказы с первым потоком. Отфильтровали? Отлично. Но так как фильтр у нас группировочный, мы можем сгруппировать. Допустим, что это первый поток и все заказы у нас должны быть в статусе. Оплата заказа оплачена. То есть мы показываем только все оплаченные заказы для первого потока. Либо наоборот все неоплаченные заказы и так далее и тому подобное. Вы можете сформировать любой сегмент с точкой опоры на поток. Эти сегменты потом можно использовать в автоматизации. Аналогичным образом мы сделали возможность фильтрации по потокам в пользователях. Почему? Потому что в фильтрации по заказам у нас есть свои условия, свои поля. Относительно заказа. А у пользователя у нас могут быть дополнительные свои поля. Относительно пользователя. Поэтому у нас комплексные условия выборки потока. Может быть связаны, например, еще с тем, какие уроки пользователь прошел. Например, все пользователи первого потока, которые прошли первый урок. Или которые не заходили 30 дней. Это разные выборки. И, естественно, через заказы такие выборки не сделать. Поэтому выбор потока у нас есть как в заказах, так и в пользователях для дальнейшей настройки автоматизации. И если мы зайдем в пользователя, то здесь у нас появилась вкладка потоки. Как следствие, у каждого пользователя мы можем изменить дату начала и окончания его потоков. И изменить статус. Это то, что касается работы с потоками. Пара слов об автоматизациях. Напоминаю, у нас есть автоматизация. Она работает на основе сегментов, которые мы сформировали в заказах или в пользователях. Выбираем просто сегмент. И дальше, как пользователь попал в этот сегмент, как только пользователь попал в сегмент первый поток, допустим, мы выполняем определенное действие. Если пользователь просто попадает в этот сегмент, мы выполняем действие. Какое действие выполняем? Можем добавить группу, удалить группу, подписку, подписать на рассылку, отписать от рассылок, отправить письмо, смс, вебхук, сделать партнером и так далее. Действия постоянно у нас добавляются. И последнее, что здесь хотелось бы сказать, как у нас ведется статистика Если мы зайдем в редактирование потока, то мы здесь увидим, что у нас ведется статистика Количество оплаченных счетов, какое количество, на какую сумму возвратов, ожидает отверждения и так далее Итак, мы с вами рассмотрели потоки Надеюсь, вам понравилось, напишите в комментариях С вами был Александр Куртеев До скорых встреч Пока-пока